почему британские власти бомбили немецкие города когда к ним подступала красная армия здесь находится могила канта это у кафедрального собора даже есть вот такой вот артефакт при этом британцы использовали впервые зажигательные смеси с напалмом здесь все горело полыхала гостиничный комплекс с маяком вот такие булыжники откапываются здесь но это просто нереально на этом примере хочется поднять вопрос целесообразности британских бомбардировок сорок четвертом году уважаемые зрители да сегодня я нахожусь на острове канта бывший остров кнайпхофф кенигсберга и сегодня мы будем рассматривать британские бомбардировки немецких городов точнее жилых массивов без затрагивания военных объектов почему британцы пытались деморализовать мирное население уничтожая его в подвалах с применением зажигательных бомб и уничтожение всего живого перед тем как красная армия подступала к этим городам это кенигсберг и дрезден сегодня мы можем вообразить что вот мы прогуливаемся по набережной кенигсберга здесь такие красивые домики я привожу вам фотографии можно на них полюбоваться с этой стороны у нас находятся фахверковые складские помещения также я привожу фотографию с немецкой нацистской субмарины которая на фотографиях присутствуют в 1 субмарина или две-три это как бы ни о чем британцы не бобили вообще военные объекты почему фортификационные сооружения не были затронуты не непонятно отсюда у нас открывается хороший вид на центральную улицу острова канта когда-то это был остров клайпхоф слева и справа были сплошные застройки жилыми домами здесь никаких военных объектов не было поэтому целесообразность моральные юридические аспекты британских бомбардировок остаются под вопросом сегодня я прогуливаюсь по центру калининграда когда-то здесь была набережная старого немецкого города кенигсберг трагедия этого города случилось в августе 44 года когда сотни британских бомбардировщиков ланкастер атаковали город существует одной свидетельств которая я сейчас процитирую она из книги закат кенигсберга ее автор михаэль вик и он пережил налет 16-летним юношей весь центр города бомбардировщики планомерно усеивали канистрами с напалму впервые примененными именно здесь и разрывными и зажигательными бомбами в результате весь центр вспыхнул почти разом резкое повышение температуры и мгновенное возникновение сильнейшего пожара не оставили гражданскому населению жившему в узких улочках никаких шансов на спасение люди сгорали и у домов и в подвалах около трех суток город было невозможно войти по прекращении пожаров земля и камень оставались раскаленными и остывали медленно трудно вообразить что когда-то здесь вот все подряд было застроено старыми немецкими домами кенигсберг жил рыбной торговлей здесь были рыбные рынки я сейчас вкратце привел те факты которые указывают что здесь также привел фотографии которые доказывают что здесь никаких военных объектов не было наконец-таки я вышел на центральную булочную бывшую булочную улицу на месте куда сейчас показывает камера находился старая ратуша двадцатых годах в ней был образован музей истории города кенигсберг у нас имеется стенд который показывает плотную жилую застройку острова кнайпхофф куда когда все выглядело и сегодня мы видим только зеленые насаждения из деревьев в ночь 26 на 27 августа британские королевские ввс совершили первый налет на кенигсберг в результате этого налета пострадали вас северо-восточные территории кенигсберга первом налете участвовало 174 бомбардировщика классификации ланкастер британские самолеты четырех моторные во время первого налета немецкие истребители смогли уничтожить только четыре английских бомбардировщика это вообще ни о чем через три дня уже двести восемьдесят девять двести восемьдесят девять британских ланкастеров бомбардировщиков совершили налет на уже центр клин на центр кенигсберга и они смогли уничтожить весь жилой массив острова кнайпхоф и также старый город и также прилегающие территории что удивительно ни один военный объект не пострадал вот так вот выглядела старая застройка плотная жилая застройка острова кнайпхоф и можно видеть да что узкие улочки очень много остров на самом деле небольшой но вот на этой территории очень много домов построек находилась это типичная немецкая застройка где с узкими улочками просто вот этот прагматизм этот это практичность она вот здесь также прослеживается эти узкие улочки чтобы меньше строительных материалов расходовать при этом чтобы было все удобно и практично также можно видеть что по острову кнайпхоф также проходили трамвая и когда по соборной площади ходили трамваи вот можно видеть типичную узкоколейку для калининграда намного уже чем допустим трамвайные пути в питере или москве поэтому то их сохранили и трамваи приходится подделывать именно под эту узкую коллегу порядка пяти мостов соединяла остров кнайпхоф с другими районами города на данном месте находился зеленый мост потом был мост Кетельбрюке находился за биржей от него ничего не уцелело после бомбардировок затем с другой стороны находился мост лавочный и кузнечный рядом с собором находится медовый мост через такую не широкую речку на этом углу бывшего острова кнайпхоф как он назывался раньше находилось здание государственного банка по самом деле на острове кнайпхоф было как минимум два здания банка одно из зданий было ближе к кафедральному собору одно вот находилась здесь это неудивительно потому что это здание было расположено рядом со зданием биржи где сегодня находится музей изобразительных искусств на этом месте находился кузнечный мост на этом месте да мы можем видеть пристали такие но это уже как бы я думаю современно хотя да я думаю что это уже скорее всего современная постройка из бетона вот ну вот именно на этом месте был кузнечный мост дальше был лавочный мост вот под эстакадным мостом там также можно видеть выступы вот ну так что же давайте дальше поговорим на тему британских бомбардировок самая операция называлась кенигсберг ну незамысловато да она называлась по сравнению с той же операции гамора при бомбардировке гамбурга сорок втором году ну бомбардировка гамбурга может бомбардировка гамбурга еще может быть объяснена тем что там действительно очень большие судостроительные верфи которые обеспечивали стоянку и производство кораблей подводных лодок вот то есть сельба конечно намного более судоходнее чем вот это маленькая не очень широкая речка преголя вот ну в гамбурге по поводу гамбурга я вам сделаю отдельный репортаж скоро он выйдет я снимал на тему бункеров в гамбурге кстати в кенигсберге не было бункеров то есть как бы население нигде не могу скрыться при учете того что 41 процент жилых кварталов был просто уничтожен ну и население пряталась подвалах но при этом британцы использовали впервые зажигательные смеси с напалмом и просто улицы и все что могло гореть горела в течение нескольких дней прогуливаясь по острову канта почему канта потому что здесь находится могила канта эту кафедрального собора в данном месте на этом углу острова книпхофф находился старый университет остался старый камень напоминающий об этом что здесь был университет альбертина и этот университет был воздвигнут герцогом альбрихтом за время восстановления собора было обнаружено более сотни останков людей это те немцы которые укрывались в кафедральном соборе во время британских бомбардировок и они сожалению как я уже говорил не смогли выжить это только малая часть тех людей которые погибли за время авианалетов уже в современное время эти останки были захоронены в данной братской могиле которая находится рядом с кафедральным собором установлен крест но на кресте не имеется никаких обозначений это связано с тем чтобы не было толков относительно регерманизации за время данных авианалетов погибло более 5000 человек и более 20 тысяч людей остались без крова по некоторой информации я могу заключить что 43 году проходила тегеранская встреча и по результатам тегеранской встречи восточные земли германии в том числе кёнигсберг отходили советскому союзу и явно британцы не хотели оставлять старые постройки старые здания советскому союзу и поэтому были произведены просто необъяснимые бомбардировки жилых кварталов в которых пострадали тысячи мирных жителей хоть они находились на вражеской стороне ни в коем случае я не пытаюсь поднять проблему регерманизации калининграда или бывшего кёнигсберга история остается историей но налеты британских ввс на мирные кварталы и уничтожение мирного населения ковровыми бомбардировками должно считаться преступлением и англичане должны ответить за эти преступления со стаканного моста можно просматривать хорошо территорию слева как раз таки территория на которой раньше находились находилась судостроительная верфь вот мы отправимся туда сейчас и посмотрим что мы там увидим что там осталось попробуем найти какие-нибудь артефакты вдоль этого берега преголя находилась улица кранстрассе слева были верфи на месте старой верфи не нету никаких сооружений вот сегодня здесь какие-то работы производятся и мы можем посмотреть камни которые составляли брусчатку да вот можно наблюдать и кирпичи старый то есть здесь земля полностью пропитана вот с этими кирпичами этими камнями можно также видеть кусок железа и это вот сейчас буквально свежак вон кирпич со целый даже лежит то есть это вот так на такой глубине все копается даже есть вот такой вот артефакт как старый заржавевший гвоздь вот вам пример того что на этом месте находилась верфь различные артефакты различные артефакты вот даже такие есть железные всякие приспособления скобы какие-то остатки труб и самое удивительно что вот это вот камни эти брусчатка она вот здесь выкопано выкопано вот из этой земли и здесь находилась верфь она была еще заложена девятнадцатом веке начале девятнадцатого века даже я думаю что раньше по старым фотографиям можно судить ну безусловно она все время модернизировалась но посмотрите вот такие булыжники откапываются здесь но это просто нереально целесообразность британских налетов остается под вопросом мы знаем эту историю мы можем из этого делать выводы то что британцы любят таким образом уничтожать население объясняя это деморализации и в дальнейшем то есть если военный конфликт с англичанами то мы можем уже смело представлять как они могут действовать сегодня можно только представлять как здесь когда-то раньше прогуливались немцы и конечно только вам можно воображать о той трагедии которая произошла здесь в августе в конце августа 44 года и вот на территории этого старого острова кнайпхоф остался только кафедральный собор нереальные разрушения но вот сегодня можно слышать звуки саксофона здесь поэтому заканчивая данный репортаж хочется отметить что налеты британских ввс все-таки когда-то будут вынесены под вынесены под суд несколько лет назад в калининграде была презентация книги законы войны или военные преступления автора герфрида хорста который проживает берлине тема разрушения кенигсберга самого детства волнует хорста мать которого была родом из прусской столицы хорст считает что настало время окончательно определиться с оценкой налетов королевских ввс на немецкие города с точки зрения международного права я предлагаю правительство великобритании и германии совместно обратиться международный суд оон в гаги чтобы получить юридическое экспертное заключение по данному вопросу зачем чтобы кого-то наказать спустя столько лет нет по мнению автора честная оценка тех событий помогла бы существенно укрепить мир в европе при этом хорст ни малейшей степени не преследует цели снять вину с гитлера и нацистского режима переложив ее на черчилля и англию вот напротив можно наблюдать здание синагоги которая восстановлена двухтысячных годах здание современной синагоги находится на месте бывшей разрушенной национал социалистами синагоги в тридцатых годах сегодня так называемая рыбная деревня которая находится рядом с медовым мостом новый мост как раз таки ведет на остров канта и вот такой шикарный гостиничный комплекс с маяком стилизации под маяк находится на берегу на набережной преголи ну в общем город на самом деле расцветает туристы любят калининград за его европейский климат и приезжают сюда зимой и летом излюбленное место для туристических поездок россиян